Виталий Радченко из цикла «Расскажет также про диплёнинг» и покажет, как я поняла, по специфике его доклада. Передаю слово Виталию. Да, всем здравствуйте. Сегодня писали в Slack, что вы должны были взять с собой ноутбуки. Это будет практический доклад. То есть какая схема. У нас будет здесь и теория, и практика, и немножко онлайн задач, которые вы будете решать со мной в параллель. Дозадача — это диплёрнинг, сеть метод анализе. Ну давайте про задачу. Задача, ну как анализ, вы понимаете, это про отзывы. Это хороший отзыв, либо плохой. Но многие компании с этим сталкиваются, и ее нужно решать. Но если мы говорим это в терминах допущенного обучения, то это просто дозадача бинарной классификации. Какие у нас могут быть данные для задач, если мы хотим ее решать? Это могут быть, ну, либо размеченные данные, которые мы сами получили, сами разметили и сами используем. Также можно найти открытые датасеты. Это, например, есть большой датасет Амазона. Там больше, ну, 87 миллионов отзывов. Это АМДБ, ну, Rotten Tomatoes, Twitter. Они все в этом доступе, но вы их можете легко найти. Также мы можем еще парсить данные. Это есть сайты, очень много с отзывами продуктовые сайты. Это как Noihur, ByteTunes, Nugutriets, Expedia, Yelp и другие. Там очень много отзывов. Но важно помнить, мы столкнулись с такой задачей, с такой проблемой, то, что мы напарсили кучу информации, кучу отзывов, уже все, мы готовы были приступать. Но потом нам сказали про Terms of Use. То есть на каждом сайте есть такая позиция, как Terms of Use. И она означает, что там есть такие правила, что, например, нельзя парсить сайт, нельзя использовать данную информацию, чтобы не навредить никак компании. Это, конечно, действует не во всех странах. Она, например, в США с этим очень, очень сильно к этому относятся, поэтому важно помнить, что не все сайты можно парсить, и не всю информацию можно использовать, особенно в публичном ее проявлении. Теперь про разметку. То есть в основном до сайтов оценки от 0 до 5, ну либо от 0 до 10. Мы взяли для этой задачи IMDb Rotten Tomatoes сайты, там оценки от 0 до 5, точнее от 1 до 5, и мы негативные отзывы маркируем как 1-2 балла, а позитивные 4-5. И таким образом мы троечки откидываем, потому что это, в принципе, нейтральные отзывы, и они сложно интерпретируются. Для каждого человека это может быть для того плохим отзывом, а для второго это может быть хороший отзыв, поэтому лучше его откинуть, так будет чище на наш датасет. Теперь подходы к решению общие, но какие вообще они есть. Это линейные модели, простые, то есть у нас задачка классификации, поэтому мы можем решать с помощью обычных моделей, как log-regressive, SVM, naive bias. Также это могут быть наши любимые деревья, ансамбли и бустинг. Также есть библиотека FastText, это, если знаете, от Facebook. Там очень классная библиотека, там все просто, буквально там в три строки, но можно построить классные решения, которые не достаточно вообще ваших усилий. Также, непосредственно, до сегодня мы бы остановимся на нейронных сетях, на словах и символах. Мы поговорим про рекуррентные нейронные сети, ну, их модификации, такие как LSTMки, и их связь со сверточными нейронными сетями. Да, ну, если вы хотите посмотреть, ну, чуть больше узнать, то можно там перейти по ссылочке, там есть другие видео, где есть, ну, воркшопы по другим методам. Итак, давайте начнем сначала. У нас идет загрузка данных. Тут все очень просто. Мы загрузили данные. У нас есть две переменные, их даты и лейблс. Вы можете это делать со мной параллельно в ноутбуках своих. Даты и лейблс. И мы делим на тренировочную и тестовую выборку, чтобы потом ввалидироваться в течение нашего обучения. Ну, мы начнем, как всегда, с предупродки данных. То есть мы данные получили, но это данные простые, это предложение, поэтому мы бы должны перевести в числа. Поскольку мы работаем с диплёрингом, сейчас мы про него говорим, то мы, соответственно, должны еще придумать именно для диплёринга. Ну, мы начнем со слов. То есть как мы можем декодировать слова. Есть сейчас два самых популярных таких подхода. Это в упор ту век и глав. Но давайте немножко поподробнее про них. номер ту век — это однослойная нейронная сеть, которая имеет две спецификации. Это CBO, как видите на картинке. У нас есть, например, четыре слова вокруг и одно в центре. И мы хотим предсказать центральное слово. То есть на вход у нас, на наши входящие данные — это четыре слова. и до выхода одно слово. И мы, соответственно, его предсказываем, если… Ну, и от этого уже строим нашу ошибку и улучшаем с каждой итерацией нашу точность алгоритма. SkipGram — это вторая модель. Тут уже все наоборот. То есть мы берем одно слово, центральное слово, и предсказываем все слова вокруг него. Это чуть сложнее модель. Ну как сложнее, просто она чуть другая. Я скажу из опыта, что CBO работает лучше на… когда у вас данных мало. То есть когда у вас мало данных, вам важно схватить максимальное недоступное информацию. и CBO как раз она получает на вход ее больше информации, поэтому она может лучше предсказывать. А SkipGram — наоборот. Ей нужно много данных, чтобы понять для каждого слова примерный контекст и хорошо обучиться. Поэтому если у вас мало данных, используйте CBO, а если много, то SkipGram. Также вторая модель — это глав. Она вышла чуть позже, имеет чуть другой подход. Ну глав — это алгоритм обучения без учителя. В чем ее суть? У нас есть матрица, по-по-панглийски она звучит как occurrence, матрица. Я ее перевел как совокуп... Сейчас скажу. Ну ее, конечно, плохо перевел на русский. Но в общем фишка в том, что мы смотрим, какие слова встречаются друг с другом и сколько раз. И мы это все логарифмируем и пытаемся разложить матричное представление и использовать непосредственно уже вот этот вот вектор для каждого слова. Вот это вот k, это размер наших химбейдингов. И да, то есть мы видим, мы здесь ничего уже не предсказываем, а по сути мы просто считаем статистики. И вот вактуевек и глав, они изучают химетрическое определение слов. И о совпадении информации в тексте. И чем они не отличаются, как я уже сказал, это на word-вак мы предсказываем что-то, а в главе мы просто считаем статистики и раскладываем матрицы. Но если мы это все сожмем в 2D, то мы примерно получим вот такие вот, можно получить интересные вектора. Например, мы тут сделали по персонам, их информацию какую-то, про них информацию взяли, обучили нашу word-вак и видим то, что, например, у нас Бетель Анджела, Леонардо и Пабло Пикассо в одной, в одном облаке. Например, Леброн Джеймс, Ношки Ланил и Майкл Джордан в другом облаке. И, например, я не знаю, Гарри Поттер, Спайдермен и Дарт Вейдер вообще на другой стороне. То есть фишка в том… По какому признаку они тут раскрашены? А по какому признаку здесь цвета? Это просто, наверное, по группировке именно похожих групп. Ну, то есть это тут очевидно, что вот баскетболисты их внесли в одну группу и остальных. Это просто сделали специально для красоты. Это, ну, ничего такого. Да, еще вопрос. Мы получаем как бы для каждого слова два вектора. Мы, да, для клава, но вопрос был для клава, мы получаем две матрицы, да, но мы используем только вот эту. То есть у нас идет по нашим строкам слово, а по столбцам у нас идут просто компоненты. И мы вот эту нока можем уварьировать для нашей задачи. Если мы используем только вот эту матрицу. Так, сейчас немножко подстрою под экран. Да, мы называем эти вектора эмбеддингами. Принято называть вот эти вот репрезентации. И мы также, как я сказал, мы можем тренировать, ну, сами на наших текстах эти эмбеддинги, а можем, ну, просто уже скачать готовые. Например, такие организации, как Google и Stanford, они тренировали, ну, сами на огромных таких массивах текстов. Например, у Google это, ну, 6 миллиардов этих слов вообще было. Нет, ну, 6 миллионов, по-моему. А там тоже большие массивы данных, и поэтому у них, как бы, слова должны быть более… иметь лучшую связь, потому что данных было больше, естественно, они в итоге должны получить результат лучше. Поэтому иногда стоит скачать, ну, дольше предобученные, но особенно, когда у вас мало дат своих. Да, но в этом ноутбутшопе, чтобы все быстро происходило, но мы будем использовать глав, скачанный вот по ссылочке, можете потом посмотреть. Там дорсвирс 50, то есть вот эта вот K у нас равняется 50, и мы их будем дальше использовать для замены на слова. Так, теперь уже ближе к практике. Давайте их уже преобразуем в наши вектора, как это делается. Да, мы все будем делать в Kerase, потому что здесь все очень просто и быстро. Смотрим, что тут у нас есть. Мы импортируем токенайзеры под sequences, то есть у нас словарь. Это 10 тысяч слов, потом длина максимальная, мы вставляем только 40 слов из нашего предложения, чтобы у нас были одинаковой длины, и мы могли их спокойно запихивать в batch. Также мы должны… Теперь токенайзер, то есть токенайзер, он создает словарь из нашего текста. Как это происходит? Он проходит по тексту, считает количество слов и представит им индексы в зависимости от их популярности. То есть чем больше слово потреблялось, тем оно выше будет индекс. Точнее, наоборот, у него будет первый индекс. То есть у самого популярного слова будет первый индекс и так дальше. Так, реализируем индексы. Да, вот здесь. Здесь мы их меняем уже на слова. То есть мы меняем слова на индексы, и дальше мы здесь вот просто приводим их к нужной длине. Давайте запустим, посмотрим, что там у нас получится. То есть у нас вот такое слово предложение до предобработки. Дальше мы его через токенайзер прогнали. Сейчас мы должны получить индексы. И, надеюсь, оно работает. Вот, да. Получается у нас вот, например, слова. У нас вот ну-диничка, получается, у слова Z. Ну, Z, ну, самое популярное слово в словаре. Поэтому у него ну-диничка. Аналогично для остальных слов. А теперь, видите, мы его еще привели к единой длине. У нас появились нули. То есть у нас может быть здесь два варианта. Ну, либо у нас предложение чуть длиннее, чем наша длина. Но тогда мы его просто обрезаем, и часть слов первых пропадает. А может быть наоборот. У нас может быть предложение наоборот. Ну, короче, и тогда мы должны его уравнять по длине с нашим максимальной длиной. И для этого мы добавляем нули вперед. И получается вот так, что у нас здесь появились вот такие нули. Так, да, теперь мы непосредственно идем к заданию первому. У кого есть тот буки, кто готов, давайте. То есть у нас есть токенайзер. Там вся информация про наш словарь. Вам нужно сейчас за две минуты, там буквально две-три минуты, найти индекс слова супер и сколько нас встречалось у нас в тексте. Давайте буквально две-три минуты на решение. Кто может, кто хочет. И продолжим. Но я скажу то, что вся информация у вас хранится вот здесь, в этом объекте, в токенайзере. Оно само уже все предобработало и все хранит. Ну, если вы задаетесь, дот можно задать ответ, конечно. Вот здесь вот. Кто? Чувствует в себе сил. Что? В ответе пусто? У меня не может быть. Должен его открыть именно у Жупитера. То есть не HTML-версию, а именно открыть, как в питоне. Давайте еще минутку. Последнюю. Что? Окей. Так. Я думаю, можно открыть тайну первую нашу. Да. То есть здесь все достаточно просто. Мы можем так взять, скопировать наш ответ правильный и запустить. Что мы видим? Индекс. У нас есть no wordindex. И мы просто… Это словарик. Мы просто забиваем его ключевое слово, и оно выдает его индекс. И также у нас есть wordcounts. И мы задаем слово, и оно нам вещество раз выводит. Это очень, может быть, полезно, когда вы хотите посмотреть на ваши там популярные слова, либо у вас есть слово, либо его нет. И важно про это знать. Теперь давайте загрузим наши эмбеддинги. Глав, как я уже говорил, 50. У нас размерность, чтобы быстрее было. Что мы делаем? Мы выбираем только первые 10 тысяч слов, как мы инициализировали там выше. И мы… Вот здесь что мы делаем? У нас этот файлик просто как текстовый файл, и там просто строки идут. Мы его должны распарсить. У нас идет сначала строка, а потом идут циферки. У нас идет слово, а потом идут его значения векторов. И мы, получается, загружаем построчно, разделяем по пробелу. Дальше мы берем первое значение – это слово. Это наше будет ключ. К коэффициенту уже все остальные, которые идут правее. То есть, ну вот, мы берем коэффициенты. Дальше. А теперь мы хотим создать батрицу эмбеддингов. У нас у каждого слово… Вот наше слово. И коэффициенты. Это будет наш словарик. Мы запускаем. Он должен работать очень быстро. Может, просто… А там какого-нибудь слова нет, которое у нас есть. А вот сейчас смотрите. Как раз считайте. А теперь надо на задание посмотреть, ну, каких слов нет в нашем словаре. Точнее, ну, каких слов нет в словаре эмбеддингов. Ну, какие мы не сможем закодировать, они будут пустыми. Это как раз вторая задачка, которую мы должны решить. Это очень такое часто, особенно когда у вас, например, много опечаток, когда у вас еще есть всякие такие символы, когда у вас какие-то слова пишутся там рядом слитно, с какими-то запятыми, с точками, например, когда пробела нет, токенайзер этого не умеет делать с некоторыми символами. И поэтому мы потеряем часть информации. Ну, в общем, нам нужно знать просто, каких-то слов нет, чтобы у нас был моделер вот это чуть лучше, чем она будет работать на таких плохих данных. Давайте еще. То есть такая подсказка. Вот у нас есть ключи новых эмбеддингов. И так же у нас есть ключи вот здесь. Word индексов. Мы просто должны найти их разницу. Давайте минутку. Да, вопрос. А мы нигде ничего не нормализуем? Там лиматизация, нет ничего? Это можно делать, да. Вопрос был про лиматизацию, про стемминг, я так понимаю, про уменьшение. Смотрите, такой вот такой момент. Токенайзер уже сам уменьшает регистр. То есть он автоматически проводит к нижнему регистру. А насчет стемминга и лиматизации это имеет смысл иногда использовать. Но до моей практики именно эта задача, но наоборот ухудшала почему-то точность. Это зависит от вашей задачи, но именно в данном моменте средустреминга и лиматизацию ухудшает. А эмбеддинги, которые мы называем, они обычно на обработанных данных или вы тоже на сутки? Ну, вопрос про обработанные эмбеддинги. Этого я не знаю. Надо смотреть уже у Гугла или у Стэнфорда. Ну, непосредственно, вот эти вот друзья-то у Стэнфорда. Вот они. Глав 6 миллиардов. Это как раз взятое у Стэнфорда. А листсоязычные системы это используют? А там, я точно не помню название, но там есть какой-то сайт, и там есть именно эти эмбеддинги и вортовековские, и главовские. Это надо прогуглить, но я сейчас не скажу точно. Так, давайте ответ. Вот такой у нас ответ. У нас получается 250 слов, которых нет у нас в словаре. Давайте теперь посмотрим, что это за слова. Например, очень странно, видите, попал артикль A, I, Z. Видите, это из-за вот этой вот чёточки, не знаю, как это правильно назвать, ну, на кавычках, апостроф, да, апостроф, да. Также вот смотрите, у нас есть здесь знак вопроса, потом вот это вот какая-то такой, ну, косой апостроф, что ли, я не знаю как назвать, знак вопроса, и мы должны теперь его убрать. То есть мы знаем, что нам мешает. Теперь мы поднимаемся вот сюда, и мы видим то, что мы можем здесь добавить знак вопроса, такой косую, косой апостроф. Что-то у нас ещё было, не знаю. Так, но обычный мы не можем, к сожалению, убрать. Сейчас, ну да, и получается то, что вот мы добавили вот сюда. А, обычный апостроф мы уберём даже вот, мы уберём его, сейчас я скажу где, вот здесь даже мы уберём при загрузке, потому что я, к сожалению, не нашёл, как его убрать по-другому, потому что я как раз эти скобки, благодаря этим скобкам я заношу другие скобки. Ну, в общем, такая сложная схема, но пофиг, это и так сойдёт. И теперь вот так вот мы с помощью наших фильтров уберём и проверим то, что у нас осталось. После замены. Пум-пум-пум. Сейчас немножко вот здесь подождём. Поэтому я обращаю внимание на то, что нужно следить за словарём, за тем, что у вас не попадает словарь, чтобы не было таких проблем уже в модели. Вот увеличилось количество слов супер немножко. Да, и вот теперь мы видим… А, это я не запускал. О, теперь мы видим, что у нас какие-то тут слова. Any once, у нас нет any once такого слова. Alt once тоже. Я не знаю, что. Ну, до common это, наверное, было. В общем, это просто уже пошли здесь опечатки какие-то или либо случайные слова. Он склеил некоторые слова. Например, там было… Да, да. Но, как раз, но всё равно это слово, ну, раньше оно не партилось. Поэтому, если мы хотим это исправить, то нам нужно именно заменять именно это вручную. Ну, ну, хардкодить. То есть they, they'll, менять на they will. Но для нас это в принципе не имеет значения. Объясняю почему. Потому что это несет в себе никакой сетимента никакого. То есть нам, по сути, добьется разница, кто это они или он. Поэтому наша модель будет обучать внимание именно на определенные слова, которые несут в себе значения. А это просто слова, которые важны именно для нас, а для модели нет. Такс. Да, поехали дальше. Видите, у нас уже всего лишь 56 слов. Итак, теперь мы должны всё-таки заменить наши… Точнее, мы должны сейчас сформировать нашу матрицу беннингов, по которой мы будем по индексам обращаться, возвращать в вектор этих беннингов. Запускаем. Оно сработало. Сработало, что ли? Нет, не сработало. О, сработало. Что мы делаем? Мы сначала делаем пустую матрицу, инициализируем. Дальше мы берем по нашему словарику первые 10 тысяч слов. И если он попадает в наш словарик, то мы берем слово. Ну, как бы мы возвращаем в вектор наш. А если насчет none, то мы просто пропускаем и остаются нули. Всё просто. Можем даже, наверное, вывести, чтобы я не обманываю никого. Так, а ну. А я могу? А, я спрятал. Давайте сейчас я… А ну, появись. Вот. Что? Чтобы вставить ничейку чуть ниже, можно нажать B. Так, а ну. Command B. Command B, наверное, да? Нет, это FnB. А ну. Сначала выделяем. Очень круто. Реально работает. Тут, когда я стану, конечно, не туда, но ладно. Так. Вот видите, у нас нулевой вектор, потому что ноль. У нас таких индексов вообще нет. Мы их будем вставлять, когда у нас будет пустое место, когда мы его обрезали с помощью паддинга. Например, единичка. Это у нас слово Z. Имеет вот такие вектора под собой. И это, конечно, с другими словами также. Так. Теперь мы приходим к нейроникам. Вам Алексей рассказывал про все доду, кроме рекламы, рекламы в сетей, но ими займусь я. Так, начнем мы с простой рекламы на сети. Что это за сеть? Рекламы на сеть, она помогает нам уловить какую-то языкомерность по времени или порядка. Например, представьте себе какой-нибудь там фильм, и мы берем предыдущие эпизоды, мы их анализируем, и мы хотим сказать, что будет в нашем эпизоде. То есть мы должны предсказывать ориентированность на предыдущие знания наши. И вот как раз рекламы на сеть это и делает. Можно посмотреть, ну, с точки зрения математики, у нас есть наши веса входящие. Точнее, у нас есть вход XT, у нас есть веса V, также веса U и вот этот вот H, это hidden state, это который вот, вот он идет сюда. И получается то, что мы этот hidden state предыдущего, мы его прогоняем через все остальные слои, и получается так, что мы переносим информацию с одного эпизода на другой эпизод. Это если простыми словами, ну, в терминах вот таких вот говорить. То есть здесь, я не хочу здесь останавливаться, потому что там дальше будет чуть интереснее. Давайте мы посмотрим, как это вообще сделать, как ее сделать в керасе. И нам нужно сначала сделать слоем баннингов, как раз тот, который мы так подготовили тщательно. Есть такой layer-inbanning. Здесь первым аргументом мы монетизируем его количество строк, дальше мы монетизируем количество столбиков, то есть на данном случае это будет 50 штук. Веса, ну, например, уже предобученные веса, это будет наша матрица эмбеннингов, которую мы… вот она. И дальше input length, наша длина, на данное предложение, которое мы урезали до максимальной. И мы ставим еще веса trainable false, то есть в процессе обучения мы тренировать не будем. Мы их замораживаем, но мы говорим, что мы проверяем Стэнфорду, и они будут лучше всего. Если мы их начнем еще дообучать, то наша точность тут только ухудшится. Поэтому дальше мы инициализируем уже нашу модель. Sequential – это мы будем добавлять в нашу модель послойно, то есть до слой за слоем. Сначала мы добавляем первым делом наш эмбеннинг, дальше мы уже инициализируем нашу RNN. Мы берем и ставим ей output 100. То есть на выходе наша RNN будет вот здесь возвращать до вектора размерности 100. Дальше мы на выходе ставим такой полосвязный, маленький слой, который нам просто будет активировать наш ответ. Это будет между нулем и единичкой. То есть один – это хороший отзыв, а ноль – это плохой отзыв. И вероятность, соответственно, нусигмоида. Дальше что-то еще есть интересного. У нас есть вот такой вот тензерборд, юлистопинг и модел чекпоинт. Зачем это нужно? Это важно для того, чтобы трекать нашу точность и обучение. В тензерборде я вам, наверное, еще особо… Тензерборд. Как он смотрится? Это я уже показываю конечный результат, но он смотрится вот так вот красиво. У нас есть логи всех наших моделей. Вот дальше будут там всякие charCNN, charCNN one-hot, modified LSTM. И вот тут у нас есть accuracy на трейне, loss. Сейчас я попробую увеличить. А вам видно все, да? О, отлично. Та-та-та, супер. Вот наша точность. Почему? Так, наша точность, например, на тренировочном датасете. Наша точность на валидации. И мы можем смотреть, и это нужно трекать в процессе обучения. То есть оно обновляется в процессе тренировки. Это очень удобно. Следить за этим. Ну, просто это красиво и удобно. Вы не паритесь на счет того, чтобы писать свои графики, строить через battle clip или еще что-то. Но вы спокойно добьете себе и в тензерборде это все смотрите. Дальше. Или стопинг. Это означает то, что на определенном этапе но ваша точность уже перестает расти, а потом начинает уменьшаться. Это называется переобучением. И чтобы его предотвратить, нам нужно вовремя остановиться. И вот когда наша модель уже не улучшается на валидации, то мы просто доберемся на нашей лучшей итерации. И мы здесь ставим именно пять. То есть если в течение пяти шагов мы не сможем улучшить наш результат, то мы просто берем и останавливаемся. А callback 3, но был чекпоинт, мы сохраняем веса на нашей лучшей модели. Так, спускаем. Да, еще только один момент. Мы не будем тренировать нашу модель, потому что она тренируется очень долго на именно CPU. А если у вас есть GPU, то круто. Она тренируется примерно… Эта модель секунд, наверное, 30. Ну, у меня где-то дольше в раз 20, по-моему. Ну, у меня просто Titan X Pascal тренировал на это. Ну, это вы можете спустить все дома и проверить, потому что я вас не обманул. Да, если мы ее натренируем, то мы получим, ну, 77% на тренировочном выборке, 75% на валидации. В принципе, так и плохо, но хотелось бы лучше. А теперь давайте перейдем теперь уже к более серьезной модели. Это LSTM. LSTM – это модификация RNN. Но она отличается тем, что у нее есть еще долгосрочная память. И LSTM – надо на момент хранить какой-то определенный объект, информацию о нем и в нужный момент на ней фокусироваться. То есть, ну, допустим, у нас была какая-то сценка. Опять же, мы будем все это лучше предсказывать на каких-то сценах или фильмах там, потому что это проще понять. Например, у нас есть какой-то герой. У нас есть… что-то случилось, но это было в какой-то локации с какими-то другими героями, еще что-то. И, например, он в ней умер. И нам важно знать до конца нашего эпизода или до конца серии то, что он умер. И поэтому мы запоминаем только то, что он умер, а не то, что он был там в какой-то локации или еще что-то. Это, например, наша самая важная информация. И вот мы… Это состоит наша LSTM из нескольких таких важных блоков. Первый блок — это то, что мы хотим забыть. У нас есть… Как я говорил, этот эпизод, который… У нас есть какой-то фильм. Он длится, длится, длится. И мы храним какую-то информацию, все собираем и собираем. Но мы должны собирать только важную информацию, которая нам добывается в будущем. И поэтому у нас есть какая-то… Какая-то конкретная сцена, и мы хотим взять только какую-то нам нужную информацию, а какую-то забыть. И вот как раз этот блок отвечает на то, чтобы одну часть информации оставить, а одну часть информации просто убрать. И да, или какую-то часть убрать. Дальше у нас… Второй блок — это механизм сохранения информации. У нас есть какой-то уже новый эпизод. Мы видим, что получаем какую-то новую информацию, и наша модель должна решить, какую из этих информации оставить. И какую-то она будет дальше использовать в процессе. То есть, например… Да, то есть тут у меня такой пример, то, что, например, когда вы заходите в ВКонтакте и смотрите мемасики, то там, в принципе, нужно их запоминать. Правильно? То есть эта информация нам не нужна и служит только для развлечения. Следующий блок — это то, что наша новая модель должна также забывать и досрочную информацию. То есть какая-то информация может просто устаревать в течение фильма, и поэтому мы должны просто от нее отказаться. И одна из важнейших частей — это то, на чем мы должны фокусироваться. У нас есть небольшой объем информации в нашей памяти, и мы должны на этом эпизоде выбрать ту часть, которая нам важна именно сейчас. То есть мы запоминаем, например, возраст человека или его год рождения. И мы знаем то, что, например, у детей там одни особенности, а у взрослых другие особенности. И поэтому мы должны как раз эту информацию хранить и использовать ее в нужный момент. В этом и есть преимущество LSTM над RNN-ками. В том, что RNN постоянно перезаписывает память в себе, потому что мы слой за слоем, идем, идем, ну и пишем, пишем, пишем. А LSTM, она более дугибкая в своей структуре, и поэтому она имеет такую специфику, то, что она может добавлять в память нужную информацию и убирать из нее. Ну, не нужную, но которая уже, в принципе, информации ей не нужна. А теперь давайте это все с стороны посмотрим с математики. У нас есть досрочная память. Это вот, которая как раз… Да, вот эта вот, которая у нас идет C, это у нас досрочно идет наверху через весь наш слой. А это наш x-вход. И мы хотим понять, какую часть информации мы должны помнить, а какую забыть. И теперь у нас выходит так, то, что функция сигмоиды, она, как вы знаете, от нуля до единицы. И это логично, то, что если мы хотим забыть, то мы примерно ее спускаем к нулю, будет коэффициент, а если мы хотим это все помнить, оставить в своей памяти, то у нас будет один коэффициент, очень близкий к единице. И в таком случае вот сюда пойдет большая часть информации, и она останется вот здесь вот, в этой C. Она будет идти очень долго. Теперь, когда мы уже решили, ну, до событий, наоборот, сохранить информацию, то теперь нам нужно еще, мы хотим добавить новую информацию. Вот у нас есть x, входящий слой, и мы идем вот сюда. И здесь мы выбираем уже части нашей информации, которую мы хотим обновить. Это i, и кандидат для добавления, то есть какую часть из этого i мы хотим добавить. И когда мы это все комбинируем, то на выходе мы получаем еще добавление в нашу досрочную память. Да, то есть как это все фарбируется. Вот у нас есть ft, это то, что мы хотим забыть или сохранить. Мы это умножаем на нашу предыдущую память, то есть которая у нас уже была ранее, ct минус 1. А теперь у нас уже появилась новая информация, и мы хотим ее добавить, некоторые ее части в нашу ct. И выходит то, что вот как мы видим, здесь идет перемножение поэлементное, а здесь мы просто прибавляем. Выходит так, то, что мы как раз вот такими двумя блоками решаем задачу нашей досрочной памяти, что и вспомнить, что и сохранить, что и забыть, и что добавить в модель. Теперь мы должны уже, например, как-то частично, когда уже мы должны сделать какое-то решение именно для этого, не слоя, для ячейки, для этого стейта. Теперь у нас есть датасрочная память, у нас есть какая-то входящая информация, и мы должны дать какой-то ответ. Поэтому мы фокусируемся на нужной информации, на нужной информации. Но простыми словами, то есть мы выбираем из нашей информации, опять же, от нуля до единички. Если 0, то мы, нам эта информация сейчас не нужна, а если 1, то эта информация нам нужна, и мы ее будем использовать. Да, то есть это, в принципе, все по теории LSTM-ок. Я не знаю, тут может быть вопросы какие-то, еще что-то пояснить детальнее. Что? Потерялся? Где потерялся? На каком моменте? Ну то есть давайте еще раз простыми словами. А теперь в Адамбас уже и в этой сети. А так всегда в жизни, да. Надо быть готовым ко всему. Но давайте еще раз простыми словами. Можно вопрос? Да. Ну и совсем я попалил вопрос. Не представляете данные последовательности, а можно ли с этой сети работать? Так в этом же и суть. Ну то есть вопрос был в том, ты можешь ли поэлементно давать данные в ASTM-ку, но в ASTM-ке же и суть в том, что ей нужно давать последовательность. Это же… А я не хочу вообще делать последовательность. Ну тогда использую другие нейронные сети. Вот это же и суть, то есть рекомендаторная нейронная сеть, но или ASTM-ка в частности, они же используют как бы последовательность. То есть они хотят увидеть какую-то закономерность по времени или в порядке. Да, вопрос про размер памяти, как она его хранит. Это опять же вот эти веса. Сейчас вот это вот C. Где? Вот C. CT. Это же она имеет определенный размер. Это обычные числа. То есть это матрица, датворотная матрица, она имеет свою размерность. То есть она имеет свою размерность и там хранятся веса, которые уже как и в свертках, как и в обычных нейронных сетях, которые при сочетании с другими, как бы при трансформациях, оно учитывает эту информацию. То есть тут же вся работа в числах, и поэтому оно хранится тоже все в числах. И, соответственно, вот это вот CT, это матрица из этих как бы предработанных информаций, которые додукрируются словно в матрицу досрочной памяти. Давайте еще раз. По нашей LSTM-ке у нас есть вход, у нас есть досрочная память, ну какой-то фильм условно. Мы смотрим фильм, смотрим фильм, смотрим, 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 и мы какие-то додучасти его забываем, например. То, что нам нравится, мы помним, то, что нам нравится, мы забываем. Это вот как раз и первый блок за это отвечает. То есть у нас какая-то память историческая, мы что-то выкидываем, что-то оставляем. Поэтому у нас здесь и сигмоида от нуля до единицы. Так, теперь мы хотим получить новую информацию. Поскольку мы смотрим фильм, допустим, у нас получился новый эпизод, и мы оттуда получили какую-то информацию новую про героя. И мы как раз берем эту информацию про героя, выбираем из нее только нужные части и добавляем в нашу досрочную память. И вот этот блок за это отвечает, а вот здесь уже мы это все комбинируем. То есть мы используем старую память, умноженную на наше забывание, так сказать, или сохранение. А вот здесь мы как раз добавляем уже из нашего нового эпизода информацию. И получается так, что вот здесь уже на следующей нейронке, точнее, уже получит новую как бы досрочную память. У нее будет либо больше информации, либо может быть меньше информации. Это как обычно, когда вы смотрите фильм, читаете книгу, вы что-то забываете, и с каждым листком у вас все больше и больше информации накапливается. Просто непонятно, вы объясняете на фильме, она же работает с числами, да? То есть как мы сейчас вспоминаем, например, если вы сейчас увидели число 40, да? И это 40, например, оно сильно влияет нам на что-то, да? Не, ну это же условно. Я же на вопрос был про то, что это работает… Ну, примерно, в фильмах объясняю я на… Нет, ну, примерно, в фильмах, если будет числа, но мы же все аккодируем в числах. Да-да-да, ну что оно запомнит? Конкретное число или, например… Оно может запомнить конкретные диапазиты, не знаю. Да, оно запомнит какие-то подседования, ну, либо какой-то там сегмент, например, если это какой-то фильм, оно может запомнить просто какой-то сегмент, ну, картинки, какой-то там определенный объект, можно запомнить, какую-то его особенность. Оно запоминает вот это вот и все преобразует в матрицу. Да, вопрос. Да, вопрос первый, как инициализируются параметры, они инициализируются обычным хлородом, ну к Савьерам. Опять же, вы выбираете спецификации, но они инициализируются в основном именно к Савьерам. И второй вопрос был про гиперпараметры, правильно? Гиперпараметров здесь нету. Здесь единственный гиперпараметр будет вот этот вот output hidden state. Как и в RNN у нас только один параметр. Также мы можем еще докидывать дропауты на вот эти вот слои всякие разные. И здесь мы можем кидать дропауты, и здесь мы можем кидать дропауты. Также мы можем еще кидать сюда регуляризацию, чтобы наши веса там штрафовались за большой размер. Да, ну за большой размер. Так. Да, ну это покажу на примере уже таком. И здесь мы стараемся сфокусироваться. У нас есть какой-то эпизод, у нас есть какой-то герой, и вот в этом моменте мы как раз вспоминаем всю информацию про него. У нас есть какая-то информация из этого эпизода, какая-то информация из предыдущих эпизодов, и мы берем и фокусируемся на определенной информации и используем ее для предсказания. Но вам сейчас важно понять просто ее суть LSTM-ки. Это, по сути, она работает как человеческий мозг, ну как и люди думают. Вообще, конечно, это больше подгон определения под структуру. То есть как это было в ее самом начале, когда Шмидтхубер это придумал, он просто старался, ну так, чтобы градиенты не взрывались и не затухали. Потому что, ну, проблема в рынке еще большая в том, что там, получается, мы гоняем постоянно туда-сюда, и из-за этого у нас градиенты могут исчезать. А здесь именно такая структура и такие активации, то, что нам позволяет сохранять наши градиенты в нормальном состоянии до конца. И нам, в принципе, не нужна никакая там рилу или что-то еще. А вот как раз здесь оптимальная архитектура для нашей задачи именно рекретной сети. Так, давайте теперь поговорим про покемонов. Смотрите, у нас есть такая штука. Ну, я не знаю, как его зовут. А, Снорлакс. У нас есть какой-то попекел Снорлакс, и ему бьет водой в лицо. И вот нам нужно сказать, ну, что с ним происходит. То есть он моется, ну, либо он пьет воду, либо его атакуют. Ну, я думаю, видно, да? Ну, по идее, ну, обычная нейронная сеть, у нее есть какие-то ангисаны, она знает, вот здесь вода, здесь есть какой-то чувак, и, в принципе, он, скорее всего, моется. Потому что, ну, это логично то, что у него бьет вода. Но вода значит мыться. А теперь, ну, как это РНН-ка считает? У нас, ну, в прошлом эпизоде, ну, был герой, который там плевался водой. И теперь… А уже в следующем эпизоде нам показывается эта же вода, по сути, но уже… Ну, которая литит другого героя. Скорее всего, он его все-таки, ну, не моет, а атакует. То есть получается так, что наша РНН-ка вспоминает то, что было в прошлом эпизоде, и переносит на новый эпизод, и понимает то, что это была реальная атака. А теперь что думает еще ЛСТМ-ка? ЛСТМ-ка, она чуть более умная, и она вспоминает то, что вот, три минуты назад был батл, и там был враг в центре. И он пускал воду. А теперь она… У нее такая есть информация, и она принимает решение, что она должна забыть. Вот то, что, в принципе, нам… Ну, локация покебота… Нам на нее без разницы, потому что, ну, где он был, это нам не имеет значения. Теперь, ну, что она должна сохранить? То, что вот как раз… Ну, до стороны, скорее всего, ему больно, потому что он кривляется. Ну, видите, рот открыт. Я думаю, это реально ему больно. А что ему теперь проигнорить? То есть то, что он, например, там ел. Что он ел раньше. Нам это, в принципе, важно. Но до сейчас нам это нужно проигнорить, потому что нам сейчас, ну, его реально атакуют. Из этого остается то, что Сорваксу больно, а в прошлом эпизоде, ну, чувак пустил воду. И, скорее всего, если ему больно, то это была атака. И здесь, соответственно, уже веса будут больше, чем в обычной RNN. И теперь мы запоминаем. И, соответственно, у нас уже есть output из этого, который идет в нашу досрочную память. Мы запоминаем то, что Сорвакс любит бабук, то, что две минуты назад был battle, то, что он был ударен водой, и то, что ему больно. А вот теперь, ну, рабочая будет память, то, что… Ну, самое нужное, то, что он был ударен водой, то, что был battle, и то, что ему больно. Вот теперь мы понимаем, именно LSTM, до такой крученой примере, сконцентрировалась на самой важной информации в данном эпизоде. Она откинула все про еду, то, что сейчас неважно, и она сказала только то, что есть battle, есть вода, и есть боль. Тут есть все досылочки на оригиналы, поэтому можно посмотреть. В Slackе, кстати, есть ноутбук этот, но если что и в репозитории этого курса также он есть. Да, про LSTM. Вот теперь перейдем уже к практике LSTM-очек. Что у нас здесь все точь-в-точь. Только меняется RNN-ка на LSTM-ку. Запускаем. Получаем такие параметры. То есть, ну, если вспомните, у нас были параметры… параметры раньше здесь было 19 тысяч параметров, а здесь уже 60 тысяч параметров. И да, мы смотрим то, что как раз это объясняется тем, что у нас есть вот эти вот штучки. То есть вот раз, два, три, четыре. Из-за этого в четыре раза весов больше. А поскольку весов больше, то и точность лучше. И мы получаем то, что у нас теперь уже 37 процентов. То точность на данный процент, ну, мы ее улучшили. Теперь третье задание. Давайте, ну, подумаем вместе. Это можно даже устно. Там, скажем так, из зала. Только мы можем улучшить нашу LSTM-ку. То точность LSTM-ки. При неизменяемом количестве параметров. Давайте, ваши идеи, предположения, исходя уже из лекции Алексея прошлой. Не стесняйтесь. Да. Регуляризировать. 1, L2 регуляризация или дропаут аварий. Так, ну, сказали L1, L2 регуляризация, дропаут. Да, давайте еще. Что еще можно сделать? Да, это подходит. Правильно. Еще какие-нибудь. Ну, это мы уже добавляем слои. Это мы уже увеличим количество параметров. А если ничего не увеличивая? Ну, регуляризация, да, L1, L2, сказали, да. Ну, давайте, ладно, окей. Там уже, ну, почти сложные приколы. Значит, дропауты, да. Дропауты всегда используются. Дропауты очень помогают от переобучения. Особенно, когда у нас очень мало данных, то мы должны не зацикливаться на определенных таких нодомоментах, а их выкидывать. То есть дропауты, как уже Нодер сказал, наверное, вам Алексей, они помогают избегать вот этого вот такого переобучения по подкактивным примерам. Также это маскинг. Если вы вспомните, то когда мы делаем обрезание до максимальной длины, то у нас могут быть нули спереди. То есть когда у нас было приближение какое-то маленькое, то у нас были нули спереди. И это плохо, потому что наша модель их учитывает и добавляет функцию потерь. И, соответственно, функция потерь увеличивается, и мы вообще внимания чуть-чуть не на то, что нам нужно. А вот на ду маскинг как раз у меня такая особенность, что она маскирует эти значения, и мы, получается, просто их игнорируем, а только используем те, которые реально слова, а не пропуски из-за обрезки. Да, регуляризация в основном почти всегда полезна, но не с LSTM-ками. Почему? Объясняю почему. Потому что, как я уже говорил, Шмидтхубер все продумал заранее. То есть в чем проблема была RMN-ок? RMN-ок была проблема в том, как я говорил, что они затухающие веса, затухающие радиенты. И поэтому они исчезали, и RMN-ка не сходилась. И потом они начали думать, там давлять кучу регуляризаций, это все-нибудь не помогало. А вот когда они сделали именно такую структуру, которая сейчас есть у LSTM-ки с правильной инициализацией, с правильными этими интеракциями между блоками, то как раз эта закономерность, уже как бы эта проблема исчезла. Соответственно, нам уже веса контролировать не нужно. У нас они и так уже будут нормально работать, потому что у нас такая архитектура сети и правильные активационные функции. И из-за этого L1 и L2 будут только негативно влиять и если вы их будете использовать, то, скорее всего, у вас просто додомодель сразу… Вообще она не будет тренироваться, а просто уйдет в плата. Поэтому здесь регуляризацию LSTM как использовать не нужно. А вот dropout и masking, да. Итак, теперь давайте на практике. Что у нас тут? Изменилось. И, если вы заметили, видите, у нас есть такой параметр маск-зеро. Здесь маск-зеро — это означает, мы баскируем ноль. Можно вопрос? Зачем нам вообще LSTM не умеет работать с разными длинами? Да, вопрос был про то, что LSTM не умеет ли работать с разными длинами. Такой ответ. Нам важно, когда мы загоняем это все в batch, иметь batch одинаковой длины. То есть чтобы у нас был batch — это какая-то матрица, и чтобы у нас была одинаковая длина. Какое есть решение этой проблемы? Поскольку у нас предложения в основном разной длины, то мы можем это просто обрезать. Вот как мы сделали. Второе решение, как я читал, как некоторые делают — это наформировать batch вручную в зависимости от длины. То есть каждый batch у нас будет одинаковой длины. Например, мы нашли там предложение, у нас есть там разных длин, и мы группируем там предложение с десятью словами, с двадцатью словами, с десятью словами и так далее. И тогда мы собираем такие batch. Но это, во-первых, ресурсно затратно. Также это нужно делать много ручной работы. И это, насколько я знаю, не принесло своей эффективности. Почему тут работает, ну, хорошо, в принципе, этот паддинг? Потому что когда мы пишем отзыв, ну, сама суть отзыва, когда мы пишем отзыв, то что происходит? Мы сначала анализируем весь фильм. В целом, Мишин пишет там герои. Ну, я посмотрел там фильм. Герои были прикольные. Там герои, там в начале было так-то, там в серединке так-то, в конце так-то. И в целом фильм хороший. То есть людям принята такая особенность, что мы в конце в основном делаем какое-то подытоживание или вывод. И поэтому имеет смысл именно обрезать с конца. То есть мы, по сути, обрезаем информацию, которая нам не особо нужна спереди, и просто концовочку уже используем и фокусируемся только на нужной информации. Еще вариант такой, что можно использовать, в принципе, и максимальная длина может быть… Мы можем не обижать предложение, а просто взять максимальную длину максимального предложения. И тогда у нас просто будет очень много нулей, но, в принципе, маскинг с этим должен справиться. Но тогда у нас может быть немножко переобучение. Итак, давайте дальше. Что у нас тут еще есть? Ау, дропауты. Вот. Ау, дропауты мы в LSTM уже пихаем везде. Они работают везде. То есть мы его пихаем после беннингов перед LSTM, мы его пихаем внутрь и в рекурентный стейт, и просто пихаем, и потом еще после, и на выходе его засовываем. Да. А как подбирается речка дропаута? Но только на валидации. Ну, то есть вы меняете параметры эти, итерируетесь и смотрите на валидацию, тут точность. И так и выбираете. И, ну, в принципе, но тут значения тропаутов у меня были всегда на практике небольшие. От 0.3 до 0.1. Но нужно ставить на выходе чуть больше. То есть чтобы мы предложения немножко наши разбавляли здесь и здесь. А внутри очень-очень меньше, чтобы мы все-таки там не теряли информации нужной нам. Мы запускаем. Количество параметров не изменилось. Все у нас хорошо. Додай точность, но опять же мы повысили на 2% с помощью вот таких вот простых дропаутов и маскина. Как можно еще улучшить LSTM? Это увеличение ротвирности беннингов. То есть у нас сейчас возможность 50. 50 — это для беннингов очень мало. И мы до сегодняшней, как бы, воркшоп — это такое доброе число, потому что чтобы быстро все здесь ранилось, а когда вы уже будете дома, например, это все прогонять, то можно использовать там 300 и 1000 размерность. И выходит, чем больше размерность, тем больше мы храним информации про слово. И тем качественнее будет наша модель. Дальше — это размерность выхода ячейки LSTM. То есть здесь мы поставили 100, но можно ее увеличивать. Опять же, это подбирается все путем в валидации. Дальше еще есть такие штучки, как увеличение кондуктивных слоев. Ну, до прошлого уже кто-то из зала нам говорил. И такие сложные стуки, как bidirectional LSTM — это когда мы идем в разные стороны. Сначала влево, потом вправо, а потом мы это комбинируем. Контексты также есть еще всякие стакты LSTM, LSTM с attention. Про это вы можете прочитать, но вот здесь по ссылочке. Да, все это есть. Идализация на нотах есть, но мы на этом сегодня не будем заставить внимание. Также есть такой есть подход интересный, как переход от маленького батча к большому. Мы тренируем сначала на маленьком батче, потом чуть его увеличиваем и дотренировываем и так далее. Это немножко улучшает точность еще. Также подбор хиперпараметров для дропаута, регулизация оптимизатора. Это все делается на валидации. Так, по последствиям все. Вопросы у вас есть еще какие-то? Да, вопрос опять про разную длину. Ну, это не вопрос сложности, это вопрос реализации, скорости реализации. Здесь стандартная реализация в том, что одинаковые размеры эмбейдингов вот здесь вот. И поэтому мы можем его спокойно тренировать. Потому что он одинаковый, и у нас просто до того как идет какая-то матрица, и мы ее просто можем спокойно перемножать. А когда у нас размеры разные, то у нас получается будут разные вектора, разные длинные, и мы уже его не можем просто так перемножать. Поскольку мы его не можем просто так перемножать, то у нас уже надо это все делать по отдельности. А поскольку мы это делаем все по отдельности, то скорость сильно увеличивается. Точнее скорость уменьшается. Время обучения. Да. Сейчас. Микрофончик. Мы вначале добавляем нули. То есть сначала добавляем нули, а потом с помощью маскинга с ними боремся. А не проще их в конец добавить. Эти же нули. Смотрите, вопрос же. Да, вопрос такой, то что мы же нули добавляем, потому что у нас не хватает длины. И наша хвалная информация хранится в конце предложения. То есть нам нули, в принципе, не важно куда добавлять, и мы их маскируем. Но если мы их добавим в конец, то все равно и не добавим эту маскировку, то она на нашей LSTM их будет учитывать. Поэтому здесь нужно обязательно в конце или в начале. Хорошо. Я понял. Тогда еще один вопрос. А мы же ограничиваем длину предложения 40, по-моему, словами. Это никак не скажется? Ну, конечно, скажется. То есть это скажется. Ну, мы сделали сейчас для того, чтобы все было быстро сейчас, а уже в процессе вашего непосредственного работы или какой-то практической задачи вы должны опять же подбирать это число. То есть вы должны как бы варьироваться между переобучением и недообучением. Но в основном, чем больше, тем лучше. И можно еще один вопрос задам? Я тоже, может быть, немного где-то потерялся. Я правильно понимаю, что эти сети будут обучаться, ну, не знаю, там, заметное время, а точность, которую вы показали, это уже она у вас где-то сохранена после долговременной тренировки моделей? Так, но по времени… А потому что, кстати, можно глянуть, сколько оно обучалось. У нас тут… В чем? Тут на крутость тензор борда. Ладно, и время хранит. Сейчас, секунду, сейчас я найдем. Вот, по-моему, это надо нажать сюда. Такс. Или не сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Что тут пишет? Нет, это 20. Это итерации. Эть. К сожалению. Relative. А, вот же, вот же оно. Вот, смотрите. Например, мы берем, так, мы берем простую RNN-очку. Так, это все пока уберем. Так, RNN-очка. RNN-очка наша тренировалась. Вот, если посмотрите, лучший скор был. Давайте его смузин уберем. Вот, 43 секунды на паскальт станиксе. Дальше, например, мы возьмем уже нашу LST-мочку. Простую LST-мочку без тюнинга. Она обучалась. Вот, лучшее значение было 46 секунд. Дальше мы берем нашу уже с дропаутами. Видите, у нас тут уже обучение увеличилось, количество итераций обучения. И мы обучались, ну, короче, где-то минут 26 на паскальте. Это на X. То есть на CPU, ну, вы бы обучились часа, сколько, наверное, 27 на 10 примерно умножить. Ну, значительное время, короче. Потому что, ну, опять, почему? Потому что мы бы добавили дропауты, соответственно, мы обучались чуть, ну, чуть медленнее. И на наше вот, открывая обучение, очень такая пологая. Поэтому, да, вопрос был про обучение времени. Время по сравнению RNN-ки, LST-мки не увеличивается. Но если мы добавляем дропауты, то скорость обучения уменьшается. Точнее, скорость, да, скорость обучения уменьшается, а время, соответственно, увеличивается. И вот так видно. Да, картинка. Сейчас. Да, еще вопрос. А такой вопрос не лучше будет, если мы не будем просто обрезать предложение, которое не помещается в, допустим, 40 слов. Не просто последние выбраски слова, а, допустим, мы же можем как-то завесить такие слова, там, важные предложения, какие нет, там, тоже самое какой-нибудь TTF, IDF, и выкинуть только там, может, такие предлоги, оставить существенные слова. Смотрите, пробовали. Мы такую штуку пробовали делать. То есть, ну, вопрос, а, доброслышали. Оставить важные слова, только важные слова. Почему это может сработать? Потому что, да, не храняется здесь только правильный сентимент, но, например, TTF, IDF тот же, он не знает, какой будет правильный сентимент, какое слово важное, потому что это совсем другая модель. Например, если мы говорим сейчас про какую-то регрессию или какой-то бустинг условный, там другие чуть-чуть специфики. Если мы говорим про размер параметра, размер весов, TTF, IDF, там тоже нельзя говорить, потому что там совсем другая специфика модели, и там другие учитываются особенности. Что мы пробовали? Мы пробовали делать attention. То есть attention – это когда наша модель обращает внимание на какие-то определенные слова. Attention – то есть внимание. По сути, фокусировка еще дополнительная. У каждого слова есть свой вес, который показывает его важность. Если сначала попробовать LSTM-ку с attention, потом взять веса, из этих весов взять, например, топ-20 по важности, еще раз попробовать LSTM-ку, то будет хуже чуть-чуть. У нас не получилось ее улучшить. Но мы это пробовали, но у нас не получилось. Но это, в принципе, логично и имело смысл. Вот такой подход, да. Еще вопросики. Спасибо за доклад. Уже очень… Ну еще не закончили. Там еще все впереди. Тем не менее. Вопрос такой. С одной стороны, доклад больше про… Ну там дальше коэфференционки будут. То есть про некоторую модельную задачу. Используется Keras. Да, Keras использует backend там TensorFlow, да? То есть TensorFlow довольно высокоуровневая штука. Keras еще более высокоуровневая вещь. По опыту скажите, пожалуйста, вот часто приходится с Keras, допустим, соскакивать в TensorFlow. Бывает ли так, что не хватает TensorFlow и приходится лезть там в QDNN? Вопрос задаю по причине того, что вот эти границы применения фреймворков, прокомментируйте их, если можете. Именно для этой задачи? Ну допустим, да, для этой задачи. Насколько я знаю, то в всех фреймворках вообще доступны прикурсионные нидеронные сети. Насколько я знаю, то, например, в Keras их вообще, по-моему, нет. В общем, я скажу так, мы не использовали много фреймворков, но по скорости Keras, естественно, будет отставать, но NON и проще всего. Поэтому его можно использовать. Но если в принципе скорость не так важна. Самый быстрый для, наверное, этой задачи был бы чистый TensorFlow, либо я не уверен насчет MXNet. Я не уверен. Но я скажу так, что если это будет чистый TensorFlow, то будет немного быстрее. Но смотрите, нам задача, здесь не было так важно скорость обучения или скорость предсказания. Нам важно было прочувствовать именно подходы и структуру. В рамках воркшопа окей. Вот просто я воодушевленный сейчас пойду что-то делать такое сам и захочется взять какую-нибудь статейку последнюю. И окажется, что там нереализованы какие-то вещи. Сталкивались с такими ситуациями? Ну вот только, наверное, когда был слой attention. Ну мы, конечно, его не писали сами, но там его нашли на гитхабе, но он пока не имплементирован именно в Keras такой внутрь. Но его типа надо писать отдельно. Почему Keras? Потому что он лучше всего. Это даже использовать и на практике. То есть в TensorFlow у вас дознать больше всего времени. То есть намного больше времени, чем построить вот такую вот простую модель в Keras. Это просто для удобства, лучше использовать Keras. Ну конечно, если вам нужно что-то сделать сложное, там какой-то построить свой сложный слой, например, или какой-то там, не знаю, какой-то граф, граф еще что-то всунуть. Тогда нужно использовать более низкоуровневый фреймворк. Так, еще по LSTM-очкам и пойдем в свертки. Вот там. Спасибо. В Keras в LSTM-ке есть такой параметр, как return sequences. Соответственно, можно использовать второй рекуррентный слой. В чем может быть смысл? Так это в том, что мы добавляем слои как раз. У нас же может быть однослойная LSTM-очка. А мы можем сделать вот так вот, написать здесь return. Странненько. А, ну пиши. Сейчас, секундочку. Как оно правильно? А, это может новый в 2.0 поменялось. Сейчас. Где оно? Такс. А вот, кстати, как его написать в новом Keras, я просто специально под воркшоп его переписывал на этот, на 2.04. Ну, короче, фишка в том, return sequence, на то, что мы можем добавлять слои. И получается наша модель, по идее, должна помнить больше. Еще больше. То есть, да, ты, я, к сожалению, сейчас, ну не тратить время не будем, но я потом, может, в Slack скину, как это сделать, на 2.0. Но в дуду версии 1, там какая-то была версия, 1 с чем-то, предыдущая версия до 2. Да, там если мы хотим сделать вот эти вот дуду-иски слоев подряд, то мы как раз здесь пишем return do-sequences. Там возвращаем sequence. И этот sequence мы уже засовываем в LSTM-очку. И получается такие делинейные преобразования еще и с памятью. Ну, то есть, очень круто. И, ну, можно сказать, то, что это работает, такой метод, в основном на очень больших данных, потому что на маленьких она будет просто переобучаться. То есть, если у вас, например, вот у нас сейчас 100, там, 50 тысяч отзывов, то обычная LSTM-ка работает лучше, чем вот такая вот встакнутая LSTM-ка. Вот так вот. Так, продолжаем. Сверстки. Новая тема. Ну, как, уже не новая. Алексей про нее рассказывал. Я просто покажу, как ее применить в текстах. Опять мы начнем со слов. Мы применяли до этого LSTM-ку на словах, а теперь мы то же самое сделаем со сверткой. Что у нас тут есть? У нас здесь есть обэдинги, только теперь мы обэдинги уже не берем от глава, а мы уже их будем тренировать сами. Мы инициализируем количество слов. Дальше мы берем размер наш, то есть мы опять оставляем 50, пусть будет 50. Дальше максимальную длину. Опять же, это наше предложение. И ставим trainable true, потому что если мы ставим trainable false, то у нас будет просто рада, тут удобные веса, ничего не будет. А так у нас сначала рада, удобные веса, мы их с каждой литерацией тренируем и улучшаем. Дальше берем такую архитектуру, три свертки подряд, global box pooling, dense layer, между ним dropout еще впихнем, еще один dense, no fully connected layer и опять же активация 1 или 0. Да, параметров здесь уже больше, больше, ну, существенно больше, 120 тысяч, а у нас было там, по-моему, до 60 тысяч, то есть в 10 раз больше. Что у нас тут можно сказать по структуре? Ну, то есть с вертками мы идем по тексту. Опять же, свертка, почему 1D? Потому что если у нас, например, в картинке 2D, у нас есть высота, получается, и ширина, то в тексте у нас есть только ее длина текста. Поэтому, по сути, 1D. Поэтому 1D. И мы идем фильтром, таким узеньким фильтром по словам. И мы ставим, да, kernel size 4. Выходит, мы захватываем 4 слова и идем по 4 слова. Куда мы идем? Ну, в общем, идем по 4 слова. И так мы три раза проходимся. Мы делаем такие, ну, некие делинейные преобразования. А дальше после этих преобразований мы выбираем самые мощные признаки. То есть на global max pooling мы оставляем с каждого этого слоя, как видно, только лучшие. Вот у нас было 31, и мы из 31 оставили, ну, то есть 31 на 100, и мы из этих вот 31 выбирали максимальное значение, то есть самый такой крутой признак для данного предложения. И оставляли, и уже его заносили в dance layer. Такс, 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 такс. Да, и, конечно, дропауты, чтобы это все регуляризировать. Что в итоге? В итоге мы получили точность ну, 79-88 процентов. Это даже чуть больше, чем у LSTM-ки. Но прикол в том, что я всего за две итерации, и эта SNN-ка очень сильно переобучается. Можно посмотреть на график. Например, возьмем нашу LSTM-очку лучшую и возьмем вот эту вот SNN-очку. Видите? Оп. Слева видно. Она вот просто взорвалась и упала сразу же. Почему так произошло? Потому что мы просто взяли и переобучились. Вот, вы видите, тут train set уже на последней итерации у нас там уже ушел просто в небеса. Поэтому с этим важно быть аккуратным. Для сверток, особенно на текстах, но как, в принципе, для картинок, очень важно, чтобы было много данных, и тогда она не будет переобучаться, будет спадывать какие-то закономерности. Да, вопрос. Какие параметры фильтров? Что за параметры? Другие фильтров, то есть сколько… Количество? Да, сколько раз мы вот этих фильтров… То есть у нас есть kernel 4, мы у нас таких 100, 100 на 4, мы так оп-оп-оп, оп-оп-оп-оп, и у всех разные веса. Да. Тут вообще получилось не лучше, но данная модель, скажем так, не очень надежная, надежная, потому что вы видите, как она сильно переобучается. Так, нейронные сети на символах. Как вы видели, то у нас это было все на словах. Мы кодировали слова с помощью векторов. А теперь мы хотим кодировать по буквам, по символам. При этом цифры, буквы, пунктуацию. Но есть два таких общепринятых способа для кодирования. Это аналогично по словам, но мы кодируем каждую букву через вектор. Каждая буква будет свой вектор, а также мы можем проставить это все через доводход в эмбейнинге. Добрый-то чуть позже. Я расскажу, что это такое. Итак, сначала мы образуем, какие выключательные символы, а какие нет. По общей практике, ну, как это описывается в удобных статьях по сверткам на нуду-символах, ну, и сам Ликун про это пишет, то, что нужно в основном включать, это буквы нижнего регистра, также это нуду-цифры, ну, и пунктуация. Но вы, конечно же, можете варьировать это в зависимости от задачи, от вашего нуду-языка. Но чем это круто? Тем, что вы, в принципе, можете любые нуду-символы кодировать и любую продолжительность, продолжительность символов что-то с ней делать. Поэтому это очень круто. А теперь мы сделаем такую задачу. Ну, давайте это попробуем реализовать. У кого есть еще желание и силы ну, и вера в это, я не знаю, в успех предприятия нашего. Ну, что нам нужно? Нам нужно создать словарик, в котором будет 70 символов, но которые хранятся в библиотеке стринг. Потом мы должны это все сделать. Потом мы должны преобразовать наши слова, наши буквы в индексы. То есть вот здесь мы возвращаем индекс, словарь из индексов, символов и размер нашего словаря. То есть, скорее всего, это будет 70. И также здесь. А здесь уже будет, соответственно, вы должны закодировать. Text to sequence. А вот здесь вы должны его обрезать. С помощью просто перебора, в зависимости от ваших данных. Тут важно понимать то, что чем больше данных, тем вы можете строить глубже сеть, тем она будет лучше. Поскольку у нас сейчас здесь данных мало, то нам глубоко сеть не пойдет. Я читал статью, когда этим занимался. Наверное, написал там ликун с кем-то, не помню. И они там тоже делали свертки на символах. И у них была сетка очень глубокая. Там, наверное, слоев 6 сверток. Там было 6 сверток по символам. Там были max pooling еще внутри. Потом без max pooling еще были fully connected layer. После сверток были fully connected layer. То есть всего там было слоев 9. Когда я запускал на данных вот этих вот, она сразу была в плата. А когда я запускал даже на миллионе отзывов, она была все равно в плата. А у него были такие примеры. У него там была такая табличка красивая. Там такая была классная точность. И для данных там где было тысяч 20 отзывов всего лишь. Не знаю, как у него такое было. Ну, конечно, это ликун. Он все, наверное, может. Но когда я взял его сеть, ну, я нашел его сеть, по сути, это и есть его сеть, но только она уменьшенная в два раза. Я уменьшен на количество сверток, на количество слоев. И вот когда я уменьшил, мне стало все хорошо. Хорошо. Поэтому надо экспериментировать в зависимости от ваших данных, от вашего размера данных. Но надо их качество тоже. Так. Кто сделал, кто не сделал. Давайте посмотреть, что у нас тут получается. Правильный ответ. Оп-оп-оп. Так. Сначала первым делом мы оформим наш как бы алфавит. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть буквы с нижнего регистра. У нас есть цифры. У нас есть пунктуация. Ну и также мы добавляем еще здесь пробел и попернос строки. Теперь мы хотим посчитать, сколько у нас этих буковок. Мы хотим посмотреть на наш словарик. Мы хотим создать наш словарик. Это все очень просто. Так. Кто скажет, почему мы здесь ставим плюс один? Вот здесь вот. Мы формировали слова, делаем enumerate по нашим символам. Но почему здесь ставим плюс один? Отделение нормально было? Мы же будем добавлять пустые нули сами. Да, 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 да. Правильный ответ. Да, то, что мы будем добавлять, когда у нас будут пустые нули с падингом, то мы как раз надумали, чтобы у нас не было совпадений с буквой А, которая сейчас идет первой. Да. Мы сформировали словарик наш. Дальше. Теперь мы формируем наш текст-то-секвенс. То есть мы получаем текст на входе. Мы создаем этот array, list с нашими предложениями. И что мы делаем дальше? Мы ищем наш символ в словаре. Если он есть, то мы возвращаем его индекс, а если его нет, то возвращаем нолик. Соответственно, мы его не нашли. Если мы его не нашли, то мы просто его не используем. Мы его не добавляем. Хотя тут опять же двоякое может быть мнение. Может, и нужно добавить ноль сюда. Где-то будет… в центре слова будет ноль. Но это уже зависит от вас. Но здесь нужно экспериментировать. И здесь падинг. Все просто. Все по-старому. Какие просто задачи. Запускаем. Должно… Так, запустил. Нет? Запустил. Работает. О, работает. Такс, такс, такс. Но оно пока бежит. Ну, пусть бежит. Лучше будет дольше. Ну, окей. Такс. Теперь мы получили… Давайте посмотрим, что мы получили. Так, как это… Давай, товарищ. Сейчас, сейчас, сейчас. Все будет. О. Такс. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так, экстрейн. Давайте теперь еще посмотрим, что у нас было. Да. Так, допустим, у нас точка… Сейчас скажу. А, и давайте сразу, да, словарик выберем, чтобы мы не гадали в vocabulary. Допустим, мы хотим буковку S посмотреть. Так, 19. Смотрим. Третья с конца. S. 19. Выходит, точка у нас будет 50. 50, допустим, буковка M, не знаю, там, 13. Вот. Вот это мы, ну, все тут понятно, все просто. Мы взяли и закодировали каждую буковку через ее индекс в нашем словаре. Да. А, я хотел еще рассказать про… Ну, да, но это уже чуть-чуть рассказал ранее про структуру. То, что мы сделали. Или мы сделаем… А, да, это же структура, то, что мы говорили. Здесь мы ее оставляем. То же самое. Все то же самое, что было и на словах, только здесь уже мы кодируем через символы. Соответственно, у нас вот здесь вот, ну, кодируем, сайт уже будет меньше. Embedding 50 остается. MaxSequence остается. И trainable true. Ставим true. Ну, окей. Но веса мы тренируем, потому что мы их инициализируем. Так. Это мы все остаем, остаем, остается, остается. Так, так, так. Dance 100. Ну, да, тут все по-старому. Да. Параметр уже уменьшилось, как вы можете видеть, потому что у нас слов меньше. А, нет, точнее у нас… Скажу, что у нас меньше. У нас меньше, меньше. У нас… Чего у нас тут меньше? У нас меньше эмбеддинги должны быть. Вот, у нас меньше эмбеддинги. Да. Из-за этого мы их экономим место. Так, давайте подумаем, какой здесь есть недостаток, именно связанный с текстами. Еще раз то, что мы здесь сделали. У нас есть сверточки, которые идут кернелами по тексту. У нас есть global-магпакс-пуллинг, который просто выбирает из какой-то вот, скажем так, предложения, ну, вообще какой-то длины, мы выбираем максимальное число, и его вносят в фуликанных леер. Какая здесь именно недостаток к применению к текстам? Как вы думаете? Ну, кто-то еще не успел прочитать ниже. Что-что? Нет, нет, это… Ну, мы можем идти по буквам, это же то же самое. Это же получается, ну, просто мы идем, если мы это делаем, например, на длинных моделях, то это просто как энграммы. То есть мы считаем энграммы по сути, и программы мы итерируемся. Это все окей здесь. Что еще раз? Оно схватывает же энграммы, поэтому здесь то тоже не… чуть-чуть не то. Судя на то тоже все окей. Еще, может, есть варианты. Но мы же говорим про тексты. Важно понять, что мы говорим именно про тексты. Мы здесь можем просто увеличить. Максимальную длину мы здесь можем увеличить до, например, 300, и все будет окей. Это… Да, правильно. Не учитывать порядок. Здесь мы просто берем, получается, энграммы, доделаем с ними какие-то преобразования, нелинейные, и выбираем максимальное, и просто заносим его на фоли, как до конкретных лейер. Получается, мы здесь никак не учитываем их порядок. То есть, какая энграмма у нас за какой идет. Это плохо. Да. Точность, соответственно, меньше, чем у LSTM на 2%. Так. Теперь второй подход. Это на банк-ход-энкодинг. Банк-ход-энкодинг. Что это такое? Это когда у нас есть буквы на 70 символов, и каждый один символ мы представляем в виде, но только в единичек. У нас есть матрица, но 70 на 70. И, например, у нас буковка А будет с нулями, потому что она идет первой. Буковка В будет иметь первый индекс, а буковка В иметь единички и там, и там. И, ой, точнее, стоп. Стоп, что-то я вам не то. Да, я вас, наверное, тут решил обмануть немножко. Да. Сейчас, секунду, секунду. Я, наверное, забыл еще одно добавить предложение. А может, нет? Короче, да, я что-то… Вот я вот здесь поставил лишнюю единичку. Вот, вот так. Вот так. То есть, получается, у нас стоять на единичка. Если в первом столике у нас стоит на единичка, то это буковка В означает. Если у нас в тром столике стоит единичка, то это буковка В. А если у нас все нолики, то это значит буковка А у нас. Так, пум-пум-пум. Это же как дамин-кодинг получается. Только то, что нам, в принципе, это не имеет смысла делать, потому что мы и так можем понять, если у нас все нолики, то мы и так понимаем, что это будет буковка А. Что-что? Да, ну вот на буковке В. До 70, по сути. Ну, квадратная матрица. Квадратная матрица. Ну, да, правильно. Нет, ну, это называется домен-кодинг. Вот я… Ну, окей, может, я что-то тут и протупил. Мне кажется, ну, скажем, если смотреть на примере регрессии, то, например, нам не имеет смысла делать еще для всех переменные, потому что у нас есть bias, и bias забирает на себя вот эту вот переменную. Одну. Одну можно выкинуть. И, по идее, в нашем случае вроде бы можно сделать то же самое. Но, опять же, окей. Но надо тут проверить все точно. Проверить надо. Вот сейчас, кстати, можем мы это, наверное, и воспроизвести, как это делает Kerasa TensorFlow. Он нас рассудит. Я надеюсь. А может и нет. Так. Что тут у нас Kerasa TensorFlow может? Он нам подает в лямбда лейер. Лейер у меня имеет 40 на 70. Так, 40 на 70. Значит, если у нас 40 на 70, а символов у нас сколько? Тоже 70. Значит, получается у нас все-таки получается квадратик. Да, и тогда все-таки у нас должна быть до единичка возле буковки A тоже. Да, тогда должно быть… Хотя давайте ее, блин, перепроверим. У нас все равно время есть, да, я так понимаю? Время же есть у нас? Время есть. Тогда мы уже передаем. Давайте. Никого не обманывать. Вот такс. А вот тут нам говорит… Что нам говорит? Вот. А нам тут говорит то, что в unhode encoding то, что все-таки на нам будут нули. То есть у нас есть 4 входа. Вот, например, разные 0, 2, минус 1, 1. И вот как раз для данного примера мы можем, как говорится здесь, можем обрезать на один символ. И как раз у нас получается так, что мы оставляем вот пятерочка. То есть если у нас есть данный символ, то мы его оставляем. И вот пятерочка стоит возле нолика. Дальше пятерочка стоит возле единички, потому что она вторая по значению, по величине значения. Дальше идет двоечка, которая больше единички. Она стоит на третьем месте. И получается мы просто игнорим минусную единичку, потому что она как бы off. Мы ее можем проигнорировать и чуть-чуть досконунуть. Получается, по идее, местечко на памяти. Но, по-моему, тут в параметрах мы можем этого и не делать. Вот, как здесь. Можем этого и не делать. Да. То есть тут две реализации в зависимости от параметров. Но я, по идее, делал… Я убирал off-value. Да, я нолик не брал, потому что нолик не несет в себе никакой информации. Это пропущенные данные, и поэтому нолик мы выкинем. Ну, логично, наверное, да? Немного логично. Да. Мы с этим разобрались. Теперь, как это все делается. Ну, это не все так просто, как sequential. У нас есть my sequence length, и мы здесь задумываем уже, ну, как бы строго input. Мы даем его shape. Здесь пропуск, потому что у нас может быть бачера разной длины. Input. In64, потому что мы туда запихиваем только индексы. Так, это мы закроем. Дальше мы должны создать беннинг-слой с помощью нулямда. У нас есть функция новодклотт-коннинга, которая… Извините. Сейчас. Оп. Сейчас. Есть. Новодклотт-коннинга, которая принимает на вход наши все параметры… Ой, не наши все параметры, а наш вход, наши индексы, и кодирует их в матрицу. Дальше мы в цикле, так же, как и в прошлый раз. Вот сейчас мы делаем это в цикле более красиво. Мы добавляем сверточки такой же спецификации, но после первой мы добавляем max pooling 1D. Уже не global max pooling, а просто max pooling. И почему только после первого слоя? Потому что это долго всего сработало на валидации. Опять же, это все подбором на валидации. Также дальше мы уже наши выходы заносим в LSTM-ку с дропаутами. Выходы LSTM-ки мы в полносвязанный слой. И опять же спокойно, обычная активация 1 либо 0. Инициализируем нашу модель на вход предложения с индексами на выходе на этот блок. Комплинируем модель. Все по-старому. The model summary. Получили еще чуть больше весов. Почему? Потому что мы не делаем global max pooling, а поэтому у нас веса немножко сохраняются чуть дольше. По-моему, на свертках. Особенно, а точнее, не собрал. Я вот здесь же в LSTM-ку, поэтому в LSTM-ку она его разворачивает, и, соответственно, весов здесь больше. И точность близка к LSTM-ке 78%. Что неплохо… Что, по крайней мере, лучше, чем вот это вот, 77-76. То есть LSTM-ка нам дала прирост примерно в 1%. Ну, на практике точность на беннингах и вот эти энкодинги очень похожие. Практически одинаковые. В чем преимущество свертки на LSTM-ках? Я не знаю. Ну, вы уже, да ладно, видели. Тогда я просто скажу. То, что нам не нужно хранить большой словарь. Допустим, вы дотренивали свою модель, и вы должны ее теперь поместить в продакшн и классифицировать, например, все это в онлайн-времени. Для того, чтобы это сделать в LSTM-ке, вам нужно словарь с индексами, ну, как минимум, который будет… которым вы будете менять ваши входящие предложения на индексы. Также вы должны будете хранить ваши большие эмбеннинги, потому что вы могли их, например, дотренировать или просто нужно загрузить, и для слов их будет больше. То есть, например, у вас слов, там, словарь из 50 тысяч слов, и это будет, ну, матрица 50 тысяч на, допустим, 300. Это огромная матрица, она весит около гигабайта. И пока вы ее просто загрузите в память, пока вы что-то с ним сделаете, это очень долго. А когда вы делаете со сверткой на символах, то вы просто храните только дуду индексы для 70 дуду символов, то есть это очень маленькие, и вы храните матрицу весов для ваших эмбендингов. Вот этих вот дуду 70 на 70, которые вы сделали с помощью вот этого тканинга. И все. Поэтому это очень экономит ресурсы и скорость загрузки и предсказания. Теперь второе преимущество — это то, что если у вас люди часто опечатываются, то свертка как раз умеет такое обрабатывать. Поскольку мы работаем с сенграммами, и если даже не с сенграммами, поскольку мы работаем как с картинкой, если мы прописываем одну картинку, то если мы теряем какой-то эпизод, но в принципе мы прошлись кернелом и схватили ее большую часть, то мы примерно знаем, что это за картинка. Так же и со словами. Мы примерно знаем то, что эти символы… Если тут была буква еще E, не пропущена была best, свертка это должна… Это поймет, если мы сделали ее по символам, и предскажет это как хороший отзыв. А если это сделает LSTM, то она просто не найдет слова быстроты в своем словаре, и она предскажет, скорее всего, 0.5, потому что до the film будет ни о чем не говорить. Да, вот такая вот штука. Да, это все. На этом уже, в принципе, я сверкал все. Теперь на своем опыте то, что я хотел сказать. Как это все можно улучшить? Это можно улучшить простыми вещами. Это увеличение всех размеров, любых размеров, которые у вас есть. Это эмбейдинг. Вы можете увеличивать эмбейдинги, увеличивать словарь. Если это идет речь про слова, да даже про символы, вы можете увеличивать их количество. Также вы можете увеличивать длину предложения, чтобы ее больше схватывать. Но там важно, опять же, помнить про переобучение и не облажаться на этом. Также вы должны обязательно пробовать разные архитектуры, читать статьи. Например, вам может, например, на вашей задачи взойти статья Alikuna, допустим, с его там этой глубокой структурой сети. Также еще есть такая прикольная штука, которая, к сожалению, у меня не получилась. Точнее, она получилась, но хуже стала точность. Это когда мы комбинируем свертку на словах и символах. Также я еще добавлю, тут мне не указал, когда я еще пробовал, например, брать до начала предложения и конец предложения и их стакать и использовать там разные направления LSTM-ок. То есть, например, в начале идти там в одну сторону, конец в другую, и наоборот, их как бы стакать все равно не получилось. Там была, но обычно LSTM-ка стала, было лучше. Так же, да, теперь это было по нейроночкам. Теперь общие советы про эту задачу. Если у вас мало данных и короткие отзывы, у нас была такая проблема. Вот именно на сайт Rotten Tomatoes, если вы, ну, знаете, такой сайт с фильмами, там, в принципе, отзывов много, ну, точнее, немного отзывов, и они там короткие. То есть там пишется всякое good, great, там, the best film I have a scene и так далее. То есть там нет такого, как на IMDb, таких длинных отзывов, когда там именно расписывают, там, почему этот фильм хороший, почему этот фильм плохой, почему такой-то герой там хороший, почему такой-то плохой. И именно на таких задачах лучше всего будут работать линейные методы, потому что вы сделаете там условный count-victorizer или tf-idf-victorizer, и они спадят именно вот эти лучшие слова, их сантименты будут предсказывать намного лучше, чем LSTM, потому что здесь, в принципе, для LSTM работы не будет, если короткие предложения. Дальше, если у вас мало данных, но уже отзывы длинные, то есть IMDb, то тут уже вам важен контекст, и поэтому здесь уже простая LSTM должна быть лучше, чем длинная модель, потому что длинная модель будет чуть уже раз фокусироваться, слов больше, и она будет, у нее уже будут разбегаться глаза. И если у вас много данных, тогда здесь, конечно, уже вступает в игру только deep learning, и тут вы уже пробуете всякие LSTM-ки и ствердки, их модификации, желательно их еще комбинации. И тут опять же подбором, мембином проб и ошибок, но именно для этой задачи, которую мы сейчас решали, это 150 тысяч отзывов, на моем лучший скор был детектив с помощью простой LSTM-ки, которая была доставленными ворту века от 19-300 от Google. Там была доставочка на нее чуть выше, там на предобученные мбинги. Доразмер слов был 50 тысяч, большая размерность выхода LSTM-ки ячейки. Там, по-моему, было 100 с чем-то, 150 может, по-моему, что-то в этом роде. Но для инвалидации был скор на 86-85%. Это до лучшего нашего до сегодняшнего скора на почти 7%. Это все было до 7-го в основном за счет увеличения мбингов и увеличения там словаря и размера ячейки. По сути, благодаря этому модель ваша может хранить больше информации, забрать больше информации, больше и точнее ее передавать на следующие слои. Да, еще мы делали у себя там анализ. Это тоже большой анализ этого. Там разные примеры, разные подходы. Вы можете посмотреть по следующим ссылочкам. Там есть и GitHub на куче реализации и видосики для других там подходов. Это такие, как, например, FastText или тот же EasyBoost, как мы гоняли. Поэтому, да, и про предобработку там была, там и стемминг, и лиматизация, и все в таком духе. Так что на этом все. И у вас еще есть вопросы? Задавайте. Спасибо. Большое спасибо Виталию. Давайте еще задаем вопросы. Вот там было. Если они есть. Спасибо. Вопрос, собственно, про доп. обработку, естественный язык и всякое такое. Наверняка все-таки задача про sentiment analysis разумно использовать всякие фичи из языка, всякие там прилагательные, все эти эпитеты и всякое такое. Может, это должно повышать качество. Но я имею в виду, условно, есть список какой-то слов, которые несут какую-то нагрузку, и можно это как-то применять. Потом использование тезаурусов. Наверняка это применялось, может, как-то повысило качество. А как это применить именно в диплёрдинге? Не-не-не, я про предобработку просто. Мы можем просто количество признаков либо уменьшить, соответственно, у вас размерность вектора уменьшается, и вы можете тупо… Ну, опять же, мы бы, по-моему, мы бы, по-моему, это уже был такой вопрос, но ставить именно самые такие слова, которые имеют вес для сентимента, правильно? Уже отвечали то, что, во-первых, ну, как бы это сложно сделать руками, это много лучше работы, этого никто не будет делать руками. Потому что, во-первых, этих, скажем так, эпитетов очень много, и поэтому, повторюсь, у нас была идея с attention, когда мы применяем attention, берем веса с attention, мы берем топ, например, там 20 слов attention, оставляем их, прогоняем LSTM-ку, и получили мы чуть-чуть хуже точность. То есть это мы не смотрим. Мы пытались это сделать, но не получилось. Еще вопросы? Вот там вопросик. Тут добавление к дискуссии к предыдущему вопросу. А если использовать словарь синонимов, то есть условно у всех синонимов одинаковый вес? Да, отличный вопрос. Сейчас, секунду. Да, давайте расскажу. Да, была такая идея. Например, когда у нас мало данных, то мы хотим их увеличить. Это можно сделать, в принципе, с помощью синонимов или похожих слов. Как это можно сделать? У меня… Ну, я нашел три способа это сделать. Это… Есть такой сайт на дуду-синонимы с кроулер. Это такая, даже есть такая питоновская либа, которая стягивает дуду-синонимы с этого сайта. И мы можем менять каждое слово на синоним. Второй подход – это из WordNet. Это НЛТК, НЛТК-библиотека. Там есть такой словарь в WordNet, и там эти есть синонимы. И третья возможность – это похожесть в WordTUVeq. Значит, скажу сразу, у меня не получилось улучшить скор. Потому что я, конечно, пробовал в тупую. То есть я прогонял… Я генерил в ближайший синоним… Нет, там же все эти синонимы проражированы для слов. Я брал самый такой близкий по значению к нему и заменял все слова в предложении. Если бы я это делал чуть умнее, то, может быть, получилось бы набрать лучший скор, но не совсем получилось. Опять же, это было про дуду-синоним в кроулер. Он вообще сработал лучше всего. Если брать, то он был лучше всего. Если брать в WordTUVeq, то там проблема в том, что, например, у вас good и bad будут в одном, скажем так, в топ-5. Если у вас введет слово good, то bad у вас будет в топ-5. И поэтому WordTUVeq – это не совсем похожий слов. Это, скорее, их близость. И good и bad могут использоваться, в принципе, в одном контексте, только меняя его полностью сентимент. Но они могут употребляться. Например, этот фильм был плохой и этот фильм был хороший. То хороший и плохой можно предсказывать, ну, странная вероятность. Ну, если мы берем, например, только определенный контекст этих слов. Поэтому, да, такое имеет смысл пробовать. Я давно такое видел в одной статье. То, что люди пытались как-то это делать. Они пытались, по-моему, это как-то делать более умно. Я не помню как. У них это, насколько я, опять же, помню, у них это, ну, не очень тоже получилось. У них было чуть хуже тоже. Точность чуть-чуть упала. Если мы говорим про увлечение, я на дудовомерке с помощью похожих слов, дудистонимов. Да, вот так вот. Спасибо. Есть еще вопросы? Вроде бы нет. Но у вас еще будет возможность помочь цветали после основной части. Спасибо большое. Давайте благодарим докладчикам. Спасибо.